А у вас высшее образование юридическое есть вообще? У меня есть дополнительное к высшему образованию. Медиатор широкого профиля, тренер-медиатор. По основному образованию я физик, но вместе с тем арбитражный процессуальный кодекс позволяет выступать в судах физиком. Не, я не спорю, то есть прямого юридического образования у вас нет, медиатор. А медиатор это по какой-то утвержденной программе учебной? Медиатор в соответствии с законами о медиации Российской Федерации 193 ФЗ и приказом Миноборнауки 187 от 14 февраля 2011 года, а также образовательной лицензии. И последний вопрос. А почему вот этот вот отчет, который вы якобы оспариваете, вы его воспринимаете как отчет об оценке в рамках закона об оценочной деятельности? Формально? Формально. Опять же, учитывая высокую квалификацию. Подождите. Да. Дайте ответить на вопрос. Я просто не докон. Ну хорошо. Почему вы отматриваете его, как именно отчет об оценке в рамках закона об оценочной деятельности? Потому что этот документ имеет все признаки экспертного заключения. Более того, этот документ использовался вами в арбитражном суде по названному делу. Именно обосновываясь со ссылкой на этот отчет с организацией, которой я руковожу, было взыскать 120 тысяч рублей и 6 тысяч рублей к успошлиной. Уважаемый суд, поясню. То есть, неоднократно уже пояснялось и в судебном заседании в арбитражном суде. Подождите. У вас есть еще вопросы? Нет, только пояснения. Пожалуйста, слушаю вас пояснения. Вы вас еще не докрашивали. Ваше отношение по иску? С чем согласны? С чем не согласны? Уважаемый суд, то есть, сказано было как бы многого, то что к делу не относятся. Наши взаимоотношения, мои как финансовый управляющий в данном деле, полномочия уже прекращены, потому что вынесли решение сюда об освобождении должников и прекращении полномочий. Взаимоотношения с Маратом Александровичем в рамках его жалоб. Это, подожди секундочку, это в отношении охладных? Да. То, что меня привлекли как представителя, в принципе логично со стороны эксперта, потому что я обладаю сведениями о деле. Могу более оперативно давать какие-то пояснения. Соответственно, как были заданы уже вопросы, считаю, что удовлетворение не подлежит. И одно из пояснений, что данный отчет, который был предоставлен, его не следует рассматривать. Это отчет об оценке в рамках ФПЗ, об оценочной деятельности. Это уже пояснялось и на заседании, когда он приобщался. И экспертам самому, непосредственно Марату Александровичу по телефону, на который он ссылается, где было сказано, что это экспертное мнение. Экспертное мнение, которое я как управляющий, конечно, могу запрашивать экспертное мнение. Я запросил это экспертное мнение, мне его дали. На основании этого экспертного мнения и других доказательств в деле, ну, совершались какие-то операции судом. То есть в данном судебном процессе у нас, в принципе, получается, спаривается документ, которого не существует. Существует экспертное мнение оценщика, но нет отчета об оценке. Экспертное мнение оценщика – это документ, который наряду с другими доказательствами оценивается судом, в том числе и арбитразом. Точно так же, как вот сейчас высказанные предположения Марата Александровича о моих коррупционных составляющих и прочих нарушениях законодательства. У меня есть, уважаемый суд. Вопрос к представителю Новосибирского центра оценки Тагильцеву. Скажите, пожалуйста, а вы продолжаете наставить на взыскании 170 тысяч рублей с Новосибирского центра медиации? Уважаемый, вопрос в отношении дела не имеет. Суд приобщил определение арбитража на суде. Я не отказываюсь, просто прошу отметить, но мы заявили, точнее я заявил данное требование в суд, оно сейчас рассматривается в суде. Вау!